Глютен Многие из нас хотят правильно питаться или похудеть. В сети гуляет множество диет, какие-то вещества и добавки называют вредными. Один из таких примеров – глютен или лейковина, и безглютеновые диеты. Известно, что глютен может принести вред при употреблении, если человек болен целиакией. Целиакия, ну, как раз она заключается в том, что глютен, вещество, белок, который входит в состав большинства злаковых культур, пшеницы, ржи, он не усваивается ворсинками тонкого кишечника, ну и, собственно говоря, приводит к пищевым расстройствам. Эксперты советуют обращаться к врачу, прежде чем садиться на безглютеновую диету. Естественно, что самостоятельно себя диагностировать эту болезнь невозможно. То есть, если есть какие-то подозрения, то можно обратиться к врачу, к нутрициологу, к терапевту, к диетологу, который, естественно, отправит на анализы, который, естественно, там поставит окончательный диагноз. Глютен содержится в ряде злаковых растений, в особенности в пшенице, ржи и ячмене. Служит одним из критериев определения качества муки. Именно от продуктов, приготовленных из злаковых растений, отказываются поклонники безглютеновой диеты. Здоровому человеку безглютеновая диета не нужна. То есть, непереносимость глютена или болезнь под названием целиокея, она встречается у полупроцента одного процента. Артем Тпичкин, Александр Юдин, Универ Ньюс.